Я всех приветствую дорогие друзья, меня зовут Евгений и вы на канале Инвесткинг И сегодня я расскажу вам о акциях, которые даже при текущем перекупленном рынке выглядят довольно интересно на долгосрок И лично я их покупаю в свой портфель Ну и перед тем как мы начнем, напомню, что мой канал вы можете поддержать по ссылке в описании А я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита тем, кто кушает А мы начинаем! И первые акции, которые отлично смотрятся по текущим уровням и для меня являются своего рода долларовым депозитом Компания Verizon, Ticker Vizet Verizon это крупнейшая американская телекоммуникационная компания И как наверное многие знают, целиком компании являются традиционно очень надежными и стабильными Так как в современном мире интернет и связь необходимы всем Это делает услуги компании Verizon необходимой частью ежемесячных затрат Будь то для предприятия, интернета у вас дома, мобильные связи и интернета на вашем телефоне Но почему я назвал эту компанию долларовым депозитом? Все просто, так как компания большая, надежная и стабильная, то к сожалению и огромного роста здесь тоже ждать не стоит Но не все так бесперспективно, есть направление которым сейчас занимаются все телекоммуникационные компании, а именно 5G технологии Я думаю про то, что 5G невероятно перспективно знают многие, но не все понимают почему это так Постараюсь объяснить простыми словами 5G позволяет скоростям и покрытию передачи данных перейти на совершенно новый уровень И при этом изменится вся экономика сетей Средняя скорость передачи данных увеличится в 40 раз, а себестоимость доставки, напротив, уменьшится в 30 раз Что полностью переворачивает игру Раньше это было невозможно даже в теории Обеспечить столь мощную и быструю передачу данных технология 4G не позволяла Соответственно скорости будут выше, а затраты на обслуживание 5G сетей ниже Что соответственно из нехитрых вычислений говорит нам о том, что компания как минимум может повысить свою маржинальность работы А как максимум увеличить свои доходы в целом Но соответственно, чтобы построить инфраструктуру 5G сетей, нужны большие капитальные затраты сейчас Так что нужно будет переоборудовать и ставить новые вышки и модернизировать оборудование, которое уже есть В общем, как мне кажется, сейчас Verizon очень интересная акция Так как развивается в сфере 5G технологий, при этом имеет довольно стабильную ситуацию в бизнесе В отличии от конкурентов, таких как AT&T Конечно, есть и более быстро развивающиеся компании в сфере 5G Но первое, они стоят намного дороже Во-вторых, они намного меньше, чем компания Verizon Соответственно и больший риск Поэтому я думаю, самый оптимальный выбор цена-качество будет именно компания Verizon И она сможет дать максимальный доход на долгосрочной перспективе Так как я уже делал подробный разбор бизнес-структуры и финансовых показателей компании в отдельном видео Которое можно найти по ссылке в комментариях или в описании Поэтому по финансовым показателям бизнеса мы приближаемся кратко Так как особо ничего не изменилось и не хотелось бы повторяться Но все-таки основные моменты все же назову В принципе, у выручки и чистой прибыли компании видится ростовой тренд Конечно, она не растет быстро и не стоит тут ждать каких-то иксов Ведь это большой сформировавшийся бизнес, который неприятно надежен Показатели стоимости у компании находятся в хороших диапазонах Показатель P&E компании составляет около 10 То есть Verizon окупает свою капитализацию или стоимость за 10 лет Прогнозный показатель P&E чуть меньше 10 Что говорит нам о том, что компания стоит довольно дешево и довольно сильно недооценена рынком Также компания Verizon выплачивает отличные дивиденды с доходностью 4,75% на вложенный капитал При этом показатель P&E и сколько компания тратит на дивиденды от своих прибылей составляет менее 50% Что довольно безопасно Единственная претензия здесь может быть только к тому, что рост дивидендов составляет скромные 2% в год Но если мы будем реинвестировать дивиденды, то получим довольно неплохую доходность В общем, лично я считаю компанию Verizon очень неплохим активом на долгосрок Но как я уже ранее упоминал, не стоит ожидать здесь какого-то огромного роста Потому что в первую очередь это дивидендная компания Но в перспективе, если технологии 5G будут хорошо развиваться и неплохой рост от данной акции по котировкам мы тоже сможем получить Второй будет компания Kraft Heinz Стикер KHS Kraft Heinz третья компания по размерам производства пищевых продуктов и напитков в Северной Америке Все мы знаем эту компанию как производителя кетчупа Heinz Но у компании есть и много других брендов, которые известны за рубежом У компании были проблемы из-за замечательного в кавычках инвестиционного фонда 3G Capital Который обычно ведет себя таким образом Покупает известные бренды, проводит глобальное сокращение и оптимизирует расходы компании То есть урезает все возможные расходы, чтобы повысить максимальную маржинальность, не думая о перспективах бизнеса А потом этот бизнес благополучно продает Именно из-за такой отвратительной политики Kraft Heinz очень многое потерял Потому что компания была вынуждена из-за 3G сократить количество работников на 20% Порезать очень сильно маркетинговый бюджет А это значит, что в целом о компании начинают узнавать меньше людей А это плохо сказывается на показателях продаж бизнеса А также 3G Capital сильно увеличил стоимость некоторых брендов То есть цены на товары в магазинах очень сильно поднялись, чтобы повысить маржинальность И из-за этого продукция компании стала уступать место на полках магазинов другим товарам А именно товарам конкурентов И в итоге очень сильно пострадал бренд компании И все было бы грустно, и 3G B Capital добил компанию Но благо пришел Уоррен Баффет, владелец блокирующего пакета акций И начал вмешиваться в бизнес, чтобы наладить ситуацию Уоррен Баффет назначил своих управляющих И как мы видим сегодня, дела у компании начинают налаживаться Баффет начал процедуру сокращения долгов, улучшения баланса компании И в целом занялся развитием бизнеса Kraft Heights Если мы посмотрим на динамику долгов в последние кварталы То увидим, как они стремительно сокращаются При этом доходы компании начинают стабилизироваться Да, они все еще не до конца вернулись к прежним уровням Но это происходит постепенно Но именно благодаря этим проблемам компания и стоит так дешево Сейчас мы можем приобрести данную акцию с очень низкими показателями стоимости Но об этом чуть позже Сейчас давайте взглянем на динамику доходов компании Как я уже говорил ранее, они потихонечку начинают восстанавливаться И прибыль стабилизируется Конечно, этот процесс не быстрый И скорее всего, возможно, определенная волатильность в ближайшие год-два Но общая тенденция очень положительная Да и я думаю, что Уоррен Баффетт прекрасно знает, что делать в этом плане Ему можно доверять Далее, давайте быстро пробежимся по показателям стоимости В целом, даже при текущих не совсем стабильных доходах Grand Hines демонстрирует очень неплохие показатели стоимости Так, ПНЕ сейчас около 20 Но вот прогнозный ПНЕ нас очень радует Он равняется 14 Что в целом намного ниже индустрии И можно назвать недооцененным показателем Компания, конечно, платит дивиденды Она платит хорошие дивиденды На вложенный капитал доходность составляет почти 4,3% Это довольно большой показатель для рынка США Дивдоходность больше в 2 раза, чем у S&P 500 Показатель Payout Ratio Или же сколько компания тратит на дивиденды от своих прибылей Равняется меньше 60% Что вполне нормальный уровень И значит, компания справляется с дивидендами И в целом у нее на них хватает денег В общем, как по мне, недооцененный актив Который сейчас постепенно восстанавливается И возвращает свое прежнее положение на рынке Безусловно, есть свои риски Но, как говорится, чем больше риск, тем больше доходность Ну и последняя на сегодня компания Take-Two Interactive Тикер TTWO Take-Two – это американская компания Издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных и консольных игр Компания произвела такие игры, как GTA, Red Dead Redemption, Max Payne, Цивилизация, Mafia, Bioshock, NBA и многие другие Эти игры занимают лидирующие позиции в списках самых популярных игр во всем мире Я уже много раз рассказывал об этой компании, но буквально вчера акции довольно сильно обвалились На более чем 10% И причина на самом деле проста Компания Take-Two решила выкупить другую игровую компанию Но, казалось бы, что в этом плохого? На самом деле ничего Но многих инвесторов напрягла сумма данной сделки По секрету вам скажу, меня тоже Компания объявила о своем намерении приобрести гиганта мобильных игр ZINGA в рамках сделки стоимостью в рекордные 12,7 млрд долларов Крупнейшая сделка в игровой индустрии Акционеры ZINGA по завершению сделки получат 3,5$ деньгами и 6,36$ акциями Общая сумма – 9,86$ за одну акцию ZINGA Что представляет собой премию в размере 64% от уровней до объявления сделки Объединение ZINGA позволит Take-Two занять достаточно крепкую позицию на рынке интерактивных развлечений со стороны мобильных игр Издатель также сможет разрабатывать мобильные игры по своим собственным проектам С заключением сделки компания пополнилась почти тремя тысячами сотрудников ZINGA Имеющих большой опыт в разработке и продвижении мобильных и социальных игр У меня был разбор игровой индустрии и там я очень подробно рассказывал о том, что именно мобильный гейминг сейчас приносит больше всего денег И именно он сейчас развивается стремительнее всех Поэтому Take-Two уже давно хотела заполучить себе лакомый кусочек или долю от рынка мобильного гейминга Но это у нее удавалось с переменным успехом Но благодаря приобретению такого крупного разработчика мобильных игр Компания сможет очень сильно укрепить свои позиции на данном рынке И скорее всего я даже предполагаю, что эта сделка была сделана ради синергии между консольными и компьютерными играми вместе с мобильными Компания благодаря такому приобретению сможет фактически принести свои технологии, свои наработки из консольных игр и на ПК уже в мобильные игры Благодаря опыту компании ZINGA К тому же компания планирует выпустить огромное количество игр в ближайшие 3 года А также в ближайшие 3 года будет новая серия GTA GTA 6 Я думаю геймеры знают, насколько сильно ее ждут во всем мире Поэтому конечно сложно сказать, будет ли эта синергия успешной Но пока что больше положительных факторов, чем негативных Да и тем более цена компании довольно сильно упала И я думаю, что текущие уровни довольно привлекательные Но все же и мне показалось, что немного дороговато они заплатили за компанию ZINGA Какая бы она хорошая не была Но если вы хотите увидеть разбор бизнес структуры компании Tech2 То можете найти его по ссылочке в описании Там я полностью разобрал деятельность компании Вказательность стоимости и динамику доходов Сейчас я не вижу смысла разбирать Потому что после такого крупного приобретения Все разумеется поменяется И текущие данные быстро устареют Как только выйдут следующие квартальные отчеты Поэтому будем следить за дальнейшим развитием событий Но лично я купил одну акцию данной компании к себе в портфель Ну а на этом у меня все Ролик подошел к концу И я надеюсь на ваш лайк и комментарий Огромное всем спасибо С вами был я Евгений и канал InvestKing До новых встреч друзья Аравидерчи! Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Running Up ��게요 Субтитры сделал DimaTorzok